За прошедшую неделю на территории Нинецкого автономного округа зарегистрировано 109 происшествий. Из них 9 преступлений, 6 из которых раскрыто. Привлечено к ответственности 49 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 9 дорожно-транспортных происшествий. Музыка В целях профилактики и предупреждения преступлений против личности и имущества граждан в общественных местах, в том числе на улицах, с 26 по 27 ноября проводилось профилактическое мероприятие «Безопасный город». Нарушение общественного порядка не допущено. 26 ноября текущего года на территории города Наринмара и поселка Искателей проведено специальное мероприятие «Нетрезвый водитель». Сотрудники отдела ГИБДД провели массовую проверку автотранспорта с целью пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, а также выявления водителей в состоянии алкогольного опьянения. В ходе мероприятия сотрудниками ГИБДД проверено 268 единиц транспорта, пресечено 19 административных правонарушений. Кроме того, сотрудники отдела ГИБДД проводили профилактические беседы с участниками дорожного движения. Уважаемые граждане, если вам известны сведения о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, просьба сообщить в дежурную часть полиции по телефону 02-421-26, а также на телефон доверия с абонентским номером 421-52. Анонимность гарантирована. В период времени с 10 по 20 ноября на территории Ненецкого автономного округа проведено профилактическое мероприятие «Алкоголь», направленное на выявление пресечения преступлений, совершаемых в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также в сфере производства и оборота поддельных акцизных и федеральных специальных марок. В ходе оперативно-профилактического мероприятия полицейскими осуществлено 60 проверок объектов розничной сети, реализующих алкогольную и спиртосодержащую продукцию на объектах торговли, объектах общественного питания, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Наринмар и муниципального образования городского поселения рабочий поселок искателей, а также в сельской местности, в отношении лиц, осуществляющих реализацию алкогольной продукции из домовладений и автомобилей. По результатам проведенных мероприятий выявлено нарушение административного законодательства за нарушение правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Составлен один административный протокол по ст. 14.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Продажи алкогольной продукции лицам в период времени ограничены федеральными и окружным законодательством и при отсутствии лицензии. За 10 месяцев текущего года из несоконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции изъято 1015 литров. Привлечено 19 граждан, составлен 41 протокол об административном правонарушении. Работа в данном направлении деятельности будет продолжена. В период с 14 по 25 ноября на территории округа проведен второй этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Жители округа приняли активное участие в проведении антинаркотической акции. По всем сообщениям граждан сотрудники полиции провели проверки в соответствии с действующим законодательством РФ. В отношении трех жителей округа возбуждены уголовные дела по факту сбыта по статье 228.1 Уголовного кодекса РФ и двум фактам хранения наркотических средств по статье 228 Уголовного кодекса РФ. Два жителя привлечены к административной ответственности по статье 6.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Из незаконного оборота изъято 4 грамма наркотического вещества. Кроме того, в рамках акции сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненинскому автономному округу провели с учащимися образовательных учреждений округа, а также преподавателями и родителями лекционные занятия. Проверено 12 досуговых учреждений, в том числе кафе, бары, рестораны, расположенные на территории округа. К сведению, жители округа могут сообщить о наркопритонных точках сбыта наркотиков, о фактах культивирования наркосодержащих растений, а также о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, нарушении правила легального оборота наркотиков и других преступлений и правонарушений. По телефону 8-911-650-5749, либо на телефон доверия УМВД с абонентским номером 4-21-52. Анонимность гарантируется. 17 ноября 2016 года в дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы Наринмара о том, что ее знакомая разместила объявление о продаже гаража на всем известном сайте avito.ru. Я решила продать гараж. Моя подруга посоветовала мне разместить объявление на avito.ru. Я так и сделала. Через некоторое время мне позвонил мужчина и сказал, что он заинтересовался моим предложением и хочет купить у меня этот гараж. Обещал внести предоплату 50 тысяч рублей. Для этого я пошла к банкомату, чтобы подключить услугу в мобильный банк. Он позвонил мне, мы разговаривали, когда я подключала. И как-то он так меня заговорил, зубы у меня заговорила, что ли. Я сама не поняла, почему я к своему мобильному банку подключила его номер телефона. Сначала я ничего не поняла, а через некоторое время у меня деньги стали списывать. Я попыталась связаться с этим мужчиной, но абонент был уже не абонент. Тут я поняла, что меня обманули и обратилась в полицию. По данному факту полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции предупреждают граждан быть внимательными и бдительными. Нельзя доверять незнакомым и малознакомым лицам. При осуществлении платежей и переводов с банковских карт убедитесь в достоверности его получателя. При установлении на свои мобильные устройства услуг и программ, связанных с указанием ваших реквизитов банковских карт и личных данных, уточните достоверность скачиваемых вами программ. 25 ноября текущего года в Наринмарском социально-гуманитарном колледже имени Вуючейского состоялась ярмарка учебных и рабочих мест для выпускников и будущих студентов. Участниками мероприятия в числе предприятий и организаций активно выступили сотрудники окружного управления, которые продемонстрировали информацию о поступлении в высшие учебные заведения в системе МВД России и о прохождении службы в органах внутренних дел, экипировку полицейского, шлемы, специальные средства и бронежилеты, а также видеоролики о сотрудниках управления. Выпускники задавали вопросы полицейским и с интересом примеряли специальные средства, состоящие на вооружении Управления МВД России по Ненецкому автономному округу. Напомним, по вопросам поступления в учебные заведения системы МВД России необходимо обратиться в отдел по работе с личным составом по адресу город Наринмар, улица В. Учейского, 13, кабинет 117. Телефон для справок 8 818 53 456 97. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте внимательны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин